Российский политический деятель, журналист, правозащитник, юрист Марк Фегин присоединяется к нашему эфиру. Марк Захарыч, рады приветствовать. Добрый вечер. Рад приветствовать, добрый вечер. Марк Захарыч, мы сейчас являемся свидетелями того, как активно развиваются события на Херсонском направлении. Не только там, но в частности и на Херсонском направлении. Скажите, пожалуйста, а как эти события освещаются в Российской Федерации? И как они влияют вообще на ситуацию в российском истеблишменте? Ну тут надо разделить, потому что если мы говорим о пропаганде, она тоже несколько этажей имеет, несколько уровней. Официальная методическая версия принята то, что это тяжелое, вынужденное решение. Молодец, Суровикин взял на себя ответственность. Да, это решение временное, я так обобщаю. А все равно мы как бы вернемся. Но сейчас важно сохранить в жизни солдат. Мы не можем себе позволить потерь. И в общем, в целом так. Но признание в тяжести решения. Соловьев это продает, некоторые другие. А на уровне, скажем, тех, кто посвободнее, этажом ниже, но не связаны с большими деньгами и так далее, так называемые военкоры и так далее, там такая, я бы сказал, раздражение, но не истерика. То есть, поскольку они об этом писали уже очень-очень давно и прогнозировали, что это решение уже де-факто принято, но не оглашено и что, в общем, для них было ожидаемо. Но, тем не менее, это негативное отношение однозначно, так сказать, не переходя границ, есть абсолютное табу, Путина они не обвиняют. Но обвиняют кого угодно, там, командование, значит, прежнее руководство, плохо воюющие подразделения, все что угодно, да, тыл разрушен, еще что-то. Ну и последнее, скажем так, реакция ваты, то, что мы называем. Это, да, вот тут, конечно, уже, знаете, тут серийность влияет, потому что, если бы это отдельно взятое было, как под Киевом выводили, а, там, вернемся, там, еще что-то, это тактическое соображение. А поскольку и под Киевом-Черниговым суммами это было, это было в результате Харьковской операции, названной перегруппировкой. И вот теперь, уже от Херсона и уже Путин это сегодня прокомментировал, назвав это все опять жестом доброй воли. Вот тут, конечно, истерика, здесь такое, знаете, обман, предательство вокруг. Не скупятся в терминах, но почему это важно? Конечно, они не влияют, но это тоже частично отражение некоторой части публичного выражения. То есть, все-таки вата, она же не сама по себе. И вот эти сторонники, которые испытывали гордость и хотели, значит, добиться успеха в войне, и поддерживали изначально все, что делала власть, по ним проще отслеживать перелом в сознании. Да, вот изменение, как оно меняется под воздействием поражения, под воздействием уступок и так далее. Для них вот самое интересное, то, что замалчивается первыми двумя категориями, а погодите, а как это вы отступаете от русского города? Это же теперь Херсон, это русский город, это же Россия. Правый берег, это Россия. Вы же приняли эти 30 сентября регионы в состав Российской Федерации. Вот первые две замалчиваются категории, главный этаж пропаганды, и вот эта, так сказать, лубянская, минобароновская пропаганда. А вот тут, как бы, третья часть, и частично у нее есть выражение и в других компонентах. Вот они себе дают волю и как раз говорят, а как же так? Вы же нам полтора месяца назад говорили о том, что все, мы как бы все приросли территориями, Россию будем защищать вплоть до ядерного оружия, ссылались на 19-ю статью. Медведеву вообще получат ужасно, но уже и Путина. Вот тут это есть. А это дальше не идет, потому что мы не видим у этого других публичных выражений. Ну, это не поперли они ни Кремлю, никуда этого не ждем. Но то, что это, безусловно, задело какую-то вот эту проактивную часть, это точно. Но, тем не менее, основная масса потребителей, в том числе и пропаганды, она остается безучастной. То есть, они как-то стихийно Путина, может, и поддерживают, и стихийно одобряют все, что делает власть, но остаются безучастными. То, что для них получается херцом? Ничего. В этом есть тоже и феномен, потому что вот прежде мы прогнозировали, что это сильно повлияет. Что этот тест власть не пройдет. А нет, вот, посмотрите, в принципе, и такое проглотят. Может быть, власть как раз смягчает, смазывает. То есть, Марк, мы правильно понимаем, вы не разделяете такие радостные комментарии той группы экспертов, которая и предрекала Путину конец после потери Херсона, и сейчас радуется, говорит, что все равно механизм запущен. Ну, чуть-чуть немного подождем, но это точно последняя точка в его тираническом правлении. Вы понимаете, динамикам заметна. Вот то, что я читал в начале войны... Но это еще не триггер, да? Понимаете как, это не ведет к немедленному результату. Вот о чем речь. А откуда он появится? Вот открытый вопрос. Да, что-то происходит, да, вот это ощущение поражения, да, иллюзии рассеивающиеся, да, оценка потерь. Потому что мы потеряли очень много. Дело даже не в жертвах на поле боя, не мобилизованных, а речь вообще много потеряли от жизни. Изоляция проблемы, экономические санкции, большое разочарование в социальном своем статусе. Это все есть. Но где вот этот мостик, который перекидывается к непосредственному предъявлению власти счета? Вот этого мы пока не видим. Поэтому нам очень тяжело это тестировать. Да, то есть, если бы, да, мы увидели, народ попер, начал городовых стрелять и так далее, то тогда, конечно, ну что, вот на глазах... Так вот, да, Марк Захарович, а почему не происходит? Где на самом деле вот эти массовые акции в очередной раз обманутых людей? Где поток российских матерей, которые забирают военнопленных российских оккупантов из украинской территории? Где это все? Этого нету. А почему? Нету. Этого нету, потому что, видимо, факторы страха, такого смирения сильнее. И отсутствие уже опыта. Оказывается, они за 20 с лишним лет утратили опыт вот этого возмущения. Я прекрасно помню, как в 90-х годах поднимали сотни-сотни тысяч. Левые всякие, значит, ретроградные силы там вообще, я вам скажу, протест выливался на улицу. Я вот помню, даже в первый путинский год, ну год-два-дри, еще какие-то мы видели массовые акции против индексации социальных гарантий. Гарантии, вот такие все. Но сейчас этого нет, разучились. Новые генерации даже не понимают, что можно просто, значит, созваться и выйти на площадь одновременно. Посмотрите, даже и в каком-то Дагестане или где-то тоже ведь они сошли на нет эти акции. То есть, они как бы стихийно, волнообразно возникли. Сейчас они, в общем и целом, либо подавлены кое-где именно так. А где-то, так сказать, население ушло в себя. Оно, так сказать, попыталось искать резервы источники энергии и выживание внутри себя, а не надеясь на государство. То есть, заняты люди, кто, значит, избежать мобилизации, кто выжить в условиях отсутствия работы. А, кстати сказать, безработица гигантски растет большими темпами. Ну, уходят компании, уходит завод, закрывается. То есть, это не секрет. Торговые центры, так сказать, ситуация плохая. Поэтому, на самом деле, видимо, причина в том, что от населения, как такового, ждать не приходится. Надо ждать в большей степени от двух групп. Это власти самой, она должна подумать о переформатировании внутреннем. Я не исключаю этого. Нельзя сказать, что это нулевая вероятность. Избавиться от Путина, повесить на него всех собак. А второе, это мобилизованные. Потому что они-то как раз являются самой такой непосредственно пострадавшей стороной. Им умирать, им жить без конечностей. Им выживать в социальных этих новых условиях. Вот эти выходы спорадические в социальные сети с заявлениями жен. Вот видели, да, там Воронежская область куда-то даже подъехали. Типа мужей забирать с фронта. Ну, охренительно, конечно. Вот это проявление того же. Это же мужья им говорят. Вот забирайте нас оттуда. Да, то есть они вот так воюют. Вместе со своими благоверными. Но это же точно проявление того, что они видят, что их обманули. Что их кинули. Да, там ни командиров, ни амуниции, ни дров. И тогда это все туда же. Вот у этой части, я бы сказал, мобилизованных, чем больше их окажется в зоне боев, конечно, шансов больше для возмущения и дезертирства, и многих других проявлений. Ну, тут тогда вопрос, как много их вернется живыми в Россию, для того, что... Масса большая. 300 с лишним тысяч, если они говорят. 325. Если это правда, то... Ну, даже перебьют, если треть, ну, я не думаю, гораздо меньше, наверное, перебьют. Но... Это, в общем, все равно много. Потому что они же опоясаны родственниками и так далее. Да, но здесь тоже вопрос, глядя на то, насколько они покорно шли на убой, да, и поддались этой мобилизации, и не пошли против системы. Ну, где гарантия, что они здесь... Ну, насмотрятся они ужас. Оно оторвет там половине из них ногу-руку. Это еще совершенно не означает, что они придут и будут мстить своей власти за то, что она так распорядилась бездарно и безумно ихними жизнями. Ну, с сожалению, да. Нет, но мы же анализируем это, мы же пытаемся уловить вот эти тонкие ритмы изменений в сознании и так далее. Почему? Потому что у нас есть прикладная цель. Там, я, как представитель русской оппозиции, конечно, рассчитываем на эту волну заскочить. Ну, что скрывать, да? Украина хочет избавиться от этого всего морока, который на нее напал, так сказать, от войны, от ее последствий и так далее. Поэтому наш анализ, он вызван вот этими вполне утилитарными соображениями. Другое дело, что вот для того, чтобы тестировать однозначно, недостаточно данных и нету признаков, понимаете? То есть, если бы кто-то сказал, город бунтанул и сказал, что все, вот не будем. Ну, а что, вот же, на глазах этого не происходит. Но все остальное, еле заметное глазу, все равно возникает. Потому что настроения меняются. Вообще, поражение, оно же меняет, оно же разочаровывает. Кого это будет сильнее мотивировать? Здесь важно, как поведет себя власть. Потому что Кремль, видимо, предвосхищая возможное ухудшение, он сам делает все, чтобы смягчать, смазывать эту ситуацию. Ну, я это вижу. До какой степени это будет у них получаться? Ну, посмотрим. Надо еще посмотреть как-то на развитие ситуации. А кому-то из окружения Путина достанется за деоккупацию Херсона, например, за отступление российских войск с правого берега? Вот, кстати, сказать, на нижних пропагандистских этажах и вот на возмущениях именно это и звучит. А кто предатель? Вы нам не показали предатель. А кто он? Соловьев, дурак, значит, орал. Где? А кого наказали? Кого посадили? Кто в рапорт написал? Вот там расходится по сети. Ну, ведь действительно он выражает, хоть и идиот, значит, настроение определенное. За нас общество. Ну, конечно, крови хотят. А кто виноват? Что он виноват? Тогда Путин виноват. То есть, пока не будет предъявлено какой-то виновный, то будут обвинять всех. И это как бы пока, наверное, не опасно, как мы говорим, но это же власть не даст этому развиться во что-то. Им нужен кто-то виноват. Им нужно кого-то обвинять. Ну, а кого можно? Давайте так, Суровикин молодец, он же сделал правильно, да? Жесть доброй воли. Он пошел. Он отдал приказ, значит, он тоже пока молодец. Из тех, кто самые громкие заявления делал, это, наверное, Медведев. Вдарим ядерным оружием, как только, значит, будет серьезная угроза. Ну вот, серьезная угроза, пожалуйста. Понимаете, Медведева не продашь в качестве, значит, зрады и человека, на которого можно все повесить. Ну, не потому что он идиот. Ну, вы посмотрите, он же олигофренд чистый. Нет, тут нужна какая-то фигура армейская. Тут должен какой-то масштаб быть, понимаете. Должно быть Минобороны, Генштаб, что-нибудь такое. А, понимаете, как бы гражданское лицо, ну, можно снять, не знаю, там, зам вице-премьера снять, у кого-нибудь зам Мишута снять, что это произойдет на кого-то впечатление. Нет. Тут ведь, понимаете, вопрос жизни и смерти, а не вопрос недостачи денег. Это немножко более серьезно. Поэтому, наверное, мы как бы предвосхищаем, мы допускаем, что в какое-то обозримое скорое время какая-то жертва появится. Кого-то, значит, назовут таким. Но пока нет, пока мы этого не видим. Ну что ж, посмотрим. Спасибо вам за этот разговор. Марк Фегин, российский политический деятель, журналист, был гостем нашего эфира. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.